Всем добрый день, меня зовут Румья Мулжанова, я являюсь главным специалистом Департамента регионального развития Фонда президентских грантов и сегодня я вам расскажу о возможностях участия в конкурсах президентских грантов. Итак, что же такое Фонд президентских грантов? Фонд президентских грантов является единым оператором грантов президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Работаем мы с апреля 2017 года и за это время мы смогли поддержать более 15 тысяч проектов некоммерческих организаций. Миссия Фонда является именно создание условий для самореализации, а также помощи НКО в воплощении в жизнь социально значимых инициатив. То есть, условно говоря, любая инициативная группа, находясь она либо на какой-то отдаленной территории, либо в стенах учебного заведения, может соревновать проектную идею, которая будет решать те или иные проблемы и от некоммерческой организации, создать некоммерческую организацию, соответственно, и подать ее на конкурс на предоставление президентских грантов. Собственно, после прохождения экспертизы, получив соответствующий балл, может претендовать на получение этого гранта. Немножко расскажу о некоторых наших достижениях. Всего с 2017 года фондом было проведено 9 конкурсов, 8 из которых, я бы назвала, наверное, плановыми, и 9 конкурс был как раз-таки специальный, который был призван помочь некоммерческим организациям, ну, скажем так, в условиях коронавируса. Да. Это либо напрямую как-то какие-то проекты, которые борются с коронавирусом и поддержали, либо те организации, которые работают, например, благополучателями, пострадавшими от коронавируса, ну, различные проекты по данной тематике могли поддержать. Всего за три года было поддержано 77 529 проектов, было подано. Поддержано из них 15 577 на сумму 32,8 миллиардов рублей. Хочется отметить, что фонд достаточно такой цифровой. Мы, пожалуй, первый в стране институт развития, который буквально запустился сразу в цифровом формате, перешел на электронный документ-оборот, то есть абсолютно практически вся наша деятельность осуществляется через наш портал, то есть от подачи заявки до экспертизы, и, собственно, в целом коммуникация с нашими грантополучателями, а также сдача отчетностей, все это происходит через наш портал президентскийгранты.рф. Кстати, там очень много полезной информации, рекомендую туда зайти и, собственно, с ней ознакомиться. К нему мы еще вернемся. Хочется отметить, что мы не только занимаемся, скажем так, заявками и проведением конкурсов для наших грантополучателей, но и в целом некую такую дальнейшую работу тоже с ними проводим. В частности, мы помогаем, наверное, даже им завидеть каким-то образом о себе. Так мы, например, провели один большой форум и шесть собственных конференций. Мы помогаем строиться нашим грантополучателям мероприятий наших партнеров, таких, например, Росконгресс, и поучаствовать в таких крупных всероссийских мероприятиях. Надеюсь, они обязательно тоже вернутся. Таких, как Петербургский международный экономический форум, Восточный экономический форум. Там наши участники, наши грантополучатели как презентовали свои проекты, так и участвовали в каких-то дискуссиях. Кроме того, так как фонд президентских грантов, президент активно интересуется деятельностью наших грантополучателей, и таким образом было организовано 25 встреч с президентом, с участием 86 человек, где также наши участники рассказывали о своих проектах, либо какие-то поднимали вопросы, либо какие-то проблемные вопросы затрагивали. Ну, собственно, какие-то проблемы, вопросы, задачи они обсуждали напрямую с президентом. Кроме того, мы помогаем информационно нашим грантополучателям, активно следим за тем, что о них публикуют в сетях, какие выпуски о них выходят, об их результатах. Самостоятельно также мы им помогаем как-то так же заявить о себе, то есть в наших социальных сетях. Тоже, если зайдете, можете ознакомиться с деятельностью наших грантополучателей. Очень интересные порой бывают. Также, собственно, я рекомендую. И, наконец, кто же все-таки может участвовать в конкурсе президентских грантов? Как я уже затронула ранее, выше, точнее, в конкурсах президентских грантов могут участвовать некоммерческие организации, которые зарегистрированы не позднее, чем за один год до окончания приема заявок. Если речь идет о запросе грантов до 500 тысяч, то не позднее, чем за 6 месяцев до последнего дня подачи заявки. Организация не должна находиться в процессе ликвидации банкротства. Она не должна иметь просроченной задолженности. То есть это должна быть такая действующая организация, которая действительно работает с благополучателями либо направлена на решение, собственно, проблем, связанных с проектом, на который они хотят получить поддержку. В конкурсе не могут участвовать организации, созданные государством, регионами, муниципалитетами, поскольку, ну, собственно, они и так уже имеют поддержку, и они, можно сказать, не нуждаются в нашей. Ну и, соответственно, другие организации, со списком которых вы можете ознакомиться на слайде, либо уже ознакомиться в положениях по конкретным конкурсам. Далее вы можете подать заявку на 13 грантовых направлений, которые также имеют свои тематики. То есть примерно 10 до 10 тематик в каждом грантовых направлений есть. И можно сказать, что мы действительно стараемся охватить и помочь некоммерческим организациям, которые вот осуществляют свою работу по абсолютно различным направлениям деятельности. Один проект может включать мероприятия по нескольким направлениям. Можно подавать в несколько направлений проекты, но эти проекты не должны быть идентичными. То есть если мы подаем на социалку и на молодежку, то, соответственно, проекты должны быть абсолютно разными и заниматься разными направлениями. В случае, если побеждает, скажем так, 2 или 3 заявки у грантополучателя, то грантополучателям мы даем возможность выбрать тот проект, который будет поддерживаться за счет вот этих средств. Какую сумму гранта в целом можно запросить и какие баллы приблизительно являются проходными? У нас есть 4 категории сумм. Это до 500 тысяч маленькие проекты, от 500 тысяч до 3 миллионов, от 3 миллионов до 10 миллионов и свыше 10 миллионов. То есть, условно говоря, если вы запрашиваете грант на свыше 10 миллионов, то как минимум 70 баллов нужно набрать. И проходные баллы эти основываются на втором конкурсе 2020 года. То есть, возможно, в следующих конкурсах баллы могут поменяться. То есть, все это зависит от Координационного комитета в каждом отдельном конкурсе. Собственно, критерии оценки проектов – это актуальность, социальная значимость, связанность, то есть, соответственно, мероприятия проекта на цельным задачам, инновационность, уникальность, соотношение планируемых расходов на реализацию проекта и его ожидаемых результатов, реалистичность бюджета и обоснованность планируемых расходов на реализацию проекта. Это масштаб реализации проекта, собственно, вклад самой организации и дополнительные ресурсы, которые привлекаются на реализацию проекта. То есть, это, например, письма поддержки от партнеров, которые могут вам помочь как финансово, так и, предположим, предоставить какое-то помещение. Также учитывается опыт организации по успешной реализации программ, соответствие опыта, компетенции команды проекта, которые также фиксируются у нас при подаче заявки с помощью портала в Созидатели. И информационная открытость организации. Здесь очень важно, чтобы, скажем так, организация была живая, чтобы, ну, предположим, если есть организация сайта или соцсети, они очень бы желательны, если бы они были, то есть эксперт мог бы зайти, посмотреть, что делала организация за последнее время, то есть какую полезную работу она, собственно, проводила. Это тоже все учитывается. Как правильно разработать социальный проект? Здесь я бы рекомендовала обратиться к нашим онлайн-курсам, которые есть размещены на нашем сайте. Там буквально за пять часов по каждому критерию наши спикеры рассказывают, на что необходимо обратить внимание, что, собственно, от них требуется. И эти онлайн-курсы действительно помогут написать, ну, сформировать заявку. То есть если у вас есть идея, пройдя онлайн-курс, вы можете действительно привести эту идею в такой жизнеспособный, сильный проект. Собственно, все материалы у нас доступны на сайте. Помимо материалов на сайте, как онлайн-курс, у нас есть сервис по самопроверке, то есть загружая свою заявку, вы можете сами проверить, насколько она хорошо у вас написана, насколько она жизнеспособная. Есть чек-лист и центр поддержки, где можно задать интересующие вопросы, получить информацию. Ну и, собственно, когда же стартует следующий конкурс? Следующий конкурс, на самом деле, уже с 1 сентября стартовал. Отмечу, что это самый, пожалуй, ранний старт конкурса на компании за всю историю системы президентских грантов. Рекомендуется... Подать заявку можно на нашем официальном сайте, и, соответственно, после прохождения регистрации от некоммерческой организации подается заявка на конкурс. Рекомендуемая дата подачи заявки – это до 8 октября. То есть здесь будет возможность внести изменения в заявку в случае, если они будут выявлены фондом. Условно говоря, у вас, например, мог бы не прогрузиться какие-то письма поддержки, например, и вы можете это... У вас будет время это доделать. Либо, например, что-то такое вы неправили, например, какие-то сроки не сходятся, вам об этом сообщил фонд, и у вас также будет возможность и время это поправить. Потому что, ну, как правило, много делается в последний день, и в последние дни у нас прям, наверное, как в любых конкурсах, шквал заявок, и избежать шансов, вернее, подать заявку в том виде, в котором вы хотите, гораздо выше, если это делать заранее. Ну и, соответственно, завершение приема заявок у нас 15 октября. С 15 октября до приблизительно 15 января осуществляется экспертиза проектов, и до 15 января происходит объявление результатов конкурса, которые утверждают на Координационном комитете. И уже первые проекты будут реализованы с 1 февраля 2021 года. Собственно, насколько я знаю, у социального университета есть дружественные некоммерческие организации, с которыми, пожалуй, вы можете скооперироваться и совместно подать свой проект, социальный проект, и вполне можете успешно реализовать свою инициативу. У меня все. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.